Так, ну давайте как всегда начнем с каких-то формальных вещей. Давайте определимся все-таки с какой-то финальной датой зачета, чтобы вы наконец что-то дали. Давайте через неделю, в первом плане дня, я не знаю, я могу быть где-то до часа тридцати, и начиная со скольки вам удобно, чтобы у нас было точно какое-то время? Десять, правильно? Это какой-то день? В среду, через неделю. Да, нормально. Ну давайте договоримся в десять, а где, ну не знаю, сходите в тридцать первую, там разберемся. Если будем кому-то там мешать, возьмем в комнату, сюда пойдем, еще куда-то, не важно. Вот. И я должен вам повторить, что базис предлагает вам выдать сертификаты о том, что вы сдали курс. Вот. Наверное, вам это не очень нужно, потому что у вас в зачете будет, как бы, в зачетке стоять подпись. Вот. Ну можно развлечься и попросить. И я им позвонил, когда спросил, ну вот, мол, в договоре у вас написано, что я должен сделать. Они говорят, что вот этому конкурсу год уже до два, я точно не знаю, они говорят, что я первый, кто у них спросил. Видимо, либо никто не читает договор, либо как бы считает, что это не важно. Но, видимо, это правда не важно. Они говорят, что они это придумали в основном для факультативов, ну, или тех, кто слушает факультативно, чтобы, ну, дать им возможность какое-то свидетельство о послушании получить. Вот. Ну ладно, можем, да, развлечься и их развлечь. Тогда. Хорошо. Так. Сегодня у нас финальное занятие. Посвящено оно снова, в некоторой степени, как предыдущие два скорости исполнения, но не только. Мы сегодня поговорим про то, как расширять Python с помощью внешних библиотек. Только про C-шные библиотеки сегодня пойдет речь, хотя есть много возможностей. Но давайте я сначала дам какой-то обзор, перед тем, как какой-то код начать писать, показывать. А вообще, C-Python, да, та реализация, которой мы все пользуемся, написана на C, и множество модулей, в том числе модулей стандартной библиотеки, они тоже написаны на C, на самом деле. И вот этот бинарный, вы уже знаете, что питоновский модуль для питона, это просто питоновский файл. Да, там пакет, это некое, вот то, что вам нужно сделать к зачету, да, это некая структура там файлов и папок, просто питоновских. А бинарный питоновский модуль, во всяком случае, для C-Python, это просто SO-шник, то есть это просто shared library, то, что называется, то есть общая библиотека. Знаете вот эту всю штуку, да, как в мире современных операционных систем библиотеки, все эти сишные, плюсовые, в общем, бинарные библиотеки, как устроено. Ну, в общем, давайте небольшой экскурс, чтобы было понятно, что происходит более-менее. Ну, тут мы скорее будем говорить про C и плюсы, или там, я не знаю, Java, или другие какие-то такие языки, чем про питон. Ну, про C, в общем, давайте как бы грубо скажем, что современная операционная система написана на C, что плюс-минус, да, правда. Вот, и поэтому многие системные утилиты тоже написаны на C. И, как бы, операционная система, она, ну, вот, я говорю сейчас не про ядро, а скорее вот про основные тулзы и так далее, они все взаимодействуют так или иначе с библиотекой, написанной на C. Вот, и что такое библиотека на C? Ну, можно себе представить тоже, что это какой-то набор исходных файлов, да, которые вы можете скомпилировать со своим кодом и иметь возможность ими пользоваться, правильно? То есть, вот, берете, там, 10 C-шных файлов, компилируете, получаете один бинарник и им пользуетесь. В чем недостатки этого? В том, что, во-первых, вам приходится все время компилировать одно и то же, да, зачем вам, если вы пишете один файл, а 9 файлов не пишете, исходно, зачем их все время компилировать? Вот, второй недостаток заключается в том, что у вас бинарник получается очень жирный, да, Зачем вам, там, одну и ту же функцию вставлять в каждую вашу, там, во все ваши 100 системных утилит, да, в виде бинарного кода? Когда, наверное, можно придумать систему, когда она будет лежать отдельно? Вот. Начать нужно с того, что, естественно, вы, наверное, надеюсь, это знаете, не знаю, знаете или нет, что компиляция C-шного кода происходит в два этапа, да, сначала у нас из исходного кода компилируются объектные файлы, это вы в курсе или не очень? У нас все начали. Вот. А потом эти объектные файлы линкуются, да, то есть, как бы у вас, у каждого объектного файла остается такой пазик, где сказано, вот здесь я хочу использовать такую функцию, но я про нее ничего, кроме ее сигнатуры, не знаю. То есть, она тут не реализована, но тут вот я ее буду использовать. Да, этот пазик там с помощью хедер-файлов задается. А потом вы берете другой объектник, их там, как лего, так, пум, складываете и получаете, соответственно, бинарник во время линковки. Вот. Соответственно, если вы какую-то свою библиотеку скомпилировали в такой объектный файл, вы, по сути, получили статическую библиотеку. То есть, вы получили скомпилированную библиотеку, да, вам не нужно ее перекомпилировать. То есть, вы компиляцию от этого объектника решаете проблему перекомпиляции. Я говорю, как бы, да, две проблемы, если мы постоянно хотим пользоваться одним и тем же кодом в разных программах в C-шном. Одна проблема, что мы не хотим все время перекомпилировать все. Да, и вот эту, там, библиотеку в Unix, ну, в Linux, обычно точка А, да, у нее расширение, точка О, это тот объектник, который вы делаете. Точка А, это то же самое, просто с другим расширением на самом деле. И это вот статическая библиотека, вы куда-нибудь положили, и все, и можете с ней в любой момент слинковать ваш код, да, ваши объектные файлы. Вот. Понимаете? Это называется Dynamic Library, как динамические общие, шерита, ну, в общем, что-то такое. Это DLL в расширении в Инде, наверное, все эти DLL-ки встречали. И в Linux-ах это ISO, в Mac-ах что-то там, DIN, не знаю, в Mac-ах тоже не особо в этом разбирался всегда, точка ISO, называют привычки и все. Вот. И возвращаясь к Python, вот бинарные Python-овские библиотеки, это просто вот эти вот динамические библиотеки. То есть DLL-ки там в Инде, ну, специально подготовленные, да, и там ISO-шники в Linux-е. То есть это просто библиотека, в которой нужным образом есть написанные функции, то есть с нужными сигнатурами, которые понимает Python. Да, и вы можете брать и ей там пользоваться. Если вы посмотрите там какую-нибудь папку, где хранится у вас стандартная библиотека Python, вы как раз увидите там что-то такое, наверное. Вот. Такая вводная история длинная. Окей, здесь все как бы более-менее понятно или что-нибудь на доске нарисовать, пояснить. Окей. Вот. Соответственно, возникает как бы идея, что можно реализовывать какой-то функционал на SEAC или на других там языках. Давайте тоже сейчас в обзорной части про это расскажу немного. Вот. И использовать ее в Python. Как это и делают, как я уже сказал, например, даже стандартная библиотека. Вот. Например, для NumPy давно уже была написана такая штука, называется F2Py. Мы сегодня ей не будем пользоваться, но рассказать нужно. Соответственно, это штука, которая вам позволяет относительно легко бинзить в фартрановские, ну то есть как бы вызывать, делать обвязки для фартрановских библиотек на Python. Ну и там еще с интегрированием, это все интегрировано с NumPy вскими этими массивами и все такое. Вот. Что еще есть интересного? Есть там миллионы языков биндинги к Python, вот среди новых языков у Julia, у Rust, все это есть. Есть фреймворки, которые позволяют вам относительно просто написать ваш код, чтобы его было просто использовать из Python. Например, в Boost, знаете, такой C++, такая библиотека Boost есть через Double O. Ну это такая главная, нестандартная библиотека в плюсах. То есть вот, я не знаю, как главная для нас библиотека в Python нет NumPy, да? Не, нестандартная. А также в плюсах есть такая большая коллекция библиотек, которая называется, ну, библиотек, не знаю, в общем, коллекция библиотек бывает или нет. Ну в общем, такая здоровая библиотека называется Boost. Она там настолько большое влияние оказывает, что многие вещи, которые в ней реализуются, потом в стандарт C++ перекочевывают. То есть, как бы, это очень такая важная штука. И вот в Boost есть тоже специальное средство делать биндинги для Python и более того, для NumPy тоже, такой Boost NumPy проект год или два влился в Boost. Я, если честно, активно с ним не работал, но должна быть очень полезная штука. Вот. В общем, есть масса способов это делать. Зачем это нужно? Зачем нам, как бы, чужеродный код в Python? Как вы думаете? Давайте интерактив устроим. Чтобы свой не писать. Во, правильно. Это вообще супер правильная идея. То есть, одна идея в том, что нам нужен, нам полезно уметь из Python вызывать другой код, чтобы не писать свой. Есть куча готовых библиотек и нужно уметь их использовать, даже если они не имеют еще биндинга в Python. Можно написать свой биндинг. Вот. Ну и вторая причина – это производительность, естественно, снова. Вот. Давайте немного поговорим про вызов другого кода. В смысле, про вызов кода пока не очень неприятна приятельность. Начну я не совсем, как бы, с обещанной темы, немного со сторонней, но которую в прошлый раз я никак не мог вспомнить, поэтому в этот раз надо рассказать, ну, тем более полезно. Значит, сабпроцесс есть такой модуль стандартной библиотеки питоновской. Он нужен для того, чтобы вызывать внешние программы. То есть, просто бинарники внешние из Python вызывать и какой-нибудь там, если нужно, получать из них output, давать им input и так далее. Ну, то есть, чтобы использовать Python как скриптовый язык, это к всей моей речи предыдущей слабо относятся, но тем не менее такая смежная тема. И в прошлый раз не договорил, давайте сейчас договорим. Значит, тут масса функций, которые можно назвать, ну, самое такое, наверное, распространенное – это какой-нибудь там чек-кол. Ну, это там суперпростая вещь, вы можете здесь задать просто список из аргументов, которые вы хотите вызвать. Ну, то есть, вот то, что вы пишете в терминале, то, что в терминале вы разделяете пробелами, здесь будет просто элементами списка. Ну, хотим вызвать какую-то команду. Дайте напишем, мне ничего в голову умного не приходит, дайте напишем что-нибудь, что никогда не нужно делать так. Ну, как бы плохой пример, покажу, чего мы и нет. Вот, значит, чего не нужно делать, в смысле, как не нужно пользоваться этим саппроцессом, не нужно вызывать те команды, которые и так в питоне реализованы с помощью модулей. Например, там, мы можем список файлов получить и так с помощью os.listdir, да? Давайте я так покажу, чтобы это… Вот, потому что нужно понимать, что вот эти все вещи саппроцессом, они, ну, как бы, там, лишние накладные расходы, вызов туда-сюда, их сложнее писать. Если вы, не дай бог, пользуетесь этим в какой-то публичной системе, веб-сервисе, то это отличный способ вас как-нибудь поломать, через, ну, добравшись, да, как бы, к возможности вызывать команды в… прям системные. Вот, поэтому, конечно, так делать не надо, но мы так сделаем, чтобы… А как нам? Check output может нам сделать еще? Значит, check call, видите, вернул нам return код. Return код, если все хорошо, это 0, я напоминаю. Ну, помните, там, в main, да, мы всегда пишем return 0, да? Так, опять сейчас забыл. О, отлично. Вот, видите, он мне прямо выдал кучу всего. Надо мне, наверное, какую-нибудь папочку создать и в ней это делать. Ну, давайте я сделаю, не знаю, чем-нибудь поинтереснее. Минус L слэш, чем-то такое. Вот. Ну, вот мне выдал ответ. Давайте сделаем ls равно. Есть куча замечательных… Почему он так некрасиво печатает? Давайте сделаем дип-код, может быть. О, вот так красиво. Есть куча красивых оберток вокруг этого сап-процесса, которые вам позволяют очень классно, удобно писать скрипты. Ну, то есть, это такая замена shell, bash, shell, чем вы там пользуетесь. В принципе, бывает очень удобно. Там, в том числе, чтобы удобно через ssh, там, выполнять всякие команды. Там есть какой-нибудь, я не знаю, не установленный или нет, есть, например, ssh, например, модуль. Вот. Они очень красивый интерфейс к себе этому предоставляют. Вот. Ну, еще раз, окей, да, ls не лучший вариант, но можно что-нибудь еще вызвать. Что еще можно вызвать такого? Чепитон, я не знаю, нужный. Вспомнить интересную команду, которая у меня есть. Не помню. Ладно. Мейкдир как-то. Не, Мейкдир делается с помощью тоже шутила. То есть, все вот эти команды баша, они как бы ну или шелла, ну, все самые популярные, они реализованы. Ну, это как бы ок, с одной стороны, с другой стороны, если у вас нету еще башеского скрипта, чтобы записать на питоне, лучше использовать питоновские штуки. Я говорю, это как бы более безопасно. Ну, не знаю, давайте, вон в Маке есть MDFind, это такой FindSIM библиотека, кто знает. Кто компилил свишный код в командной строке и писал VCC минус LM? Математика, математика, правильно. Это, да, это часть стендапной библиотеки. А, вот, да, Липа это называется в Маке. Ну, то есть, если вы это сделаете у себя, у вас будет либо DLL, либо .so. Можете попробовать. Соответственно, если у вас известны пути, ну, в смысле, если у вас в путях описано все, что вам нужно, если вы там поставили через, ну, в Linux, через менеджер пакетов, например, или как-то грамотно правильно поставили программу, да, то вы эти все библиотеки очень быстро найдете. Ну, или давайте, у меня наверняка есть JSL, знаете JSL библиотеку? GNU Scientific Library. Такая достаточно. А? Не-не-не, она там, ну, такая, типа, сайпая сишного. Ну, в смысле, в этом духе, то есть, там, матрицы, интегралы, вот это все, сплайны, еще что-то такое, ну, такая, научная библиотека открытая. Вот, ну, вот, то есть, это не стандартная библиотека сишная, да, тоже она у меня в путях описана, вон он. Ее спокойно нашел. Вот. Теперь давайте попробуем, я не знаю, получится ли, нет, по-моему, должна получиться. Не, нельзя так. Си, си, дл, л. Нет? О, отлично. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Так, либм равно, и вот сюда напишем, либм. Ну, дл, это просто объект, как бы, динамик, что там, вторая ль, это значит, library, чего? Линк, линк, какой-нибудь линк, не знаю, что. Ладно, ну, то есть, это просто, оно не, ну, так как питон кросплатформенный язык, оно не зависит от операционной системы, везде, везде библиотека, везде этот объект называется сидели. Вот, смотрите, вот так мы можем просто взять и как бы сделать, ну, одну и ту же переменную не супер называть, ну, давайте, не знаю, как-нибудь. И вот так вот сделаем, и не буду париться. Вот так. А это сделаю print, чтобы остался какой-то output. Вот, то есть, вот так мы можем создать объект, который будет что-то знать про нашу библиотеку. Давайте посмотрим. Что, он нам ничего не может дать? Сейчас, давайте попробуем. Не знаю, сейчас, нет, так нельзя. Ну, значит, она совсем-то динамическая. Вот, дальше мы просто можем взять и какую-нибудь функцию оттуда достать. Можем достать? О, смотрите, можем достать. Смотрите, как классно. Прямо можем достать точку sin, и что-то будет. А теперь мы, соответственно, можем попробовать вызвать, наверное, уже понятно по слову попробовать, что мы получим не очень хорошо. Значит, тут проблема в том, что у нас, ну, нам не даром все нужны хедер-файлы всегда, да? У нас нет никакого магического способа без хедер-файла понять, какого типа принимают аргументы наши функции, какого типа возвращают и так далее. И поэтому нам нужно здесь повозиться и руками, как бы, сделать обвязку для этой функции. Давайте посмотрим, как это делается. Это не очень сложно, на самом деле. Ну, так, и не очень приятно тоже. Надо, значит, ничего не нашел, наверное. А что у вас, M не находится? M не находится. Нет? Я просто вышел из Linux, который вышел в Винду, и, походу, пока я не видел. Сейчас, подождите. Тут у них, вот у меня открыта документация, сейчас я гляну. там как раз пример в основном про Винду. Сейчас, сейчас, сейчас. Липси, вот они, может быть, этот? Нет, не про Винду. Сейчас. CDLL. Сейчас, еще говорят, вот так можно сделать. Сейчас, давайте попробуем. C-types CDLL Точка, что, давайте, каком-то ст-делик должен быть. А, вот так, а, бери, есть. Ну, что, вот так нельзя? Вот так нельзя. Так, а вот так вот можно? Так, а вот так вот? Так, а вот так вот? Тоже нельзя. Так. Так. Name. Загадочно. Тут, видимо, какой-то нужен конвининт name указатель. Я не знаю, сейчас на что в Винде. Сейчас попробую посмотреть, что они делают. Окей. Да? CDL. О, смотрите, значит, в Windows cFindLibrary. Которые ищут по всем системным путям и возвращают в полный путь. Но нету predefined naming схем. Значит, если, да, вы сделаете c, то может ничего не найтись. Вот так вот. Так, а как же? О, есть win.dll. Вместо c.dll можно написать win.dll. W большой и маленький. Попробуйте, может так получится. Какой-нибудь получил еще чем-нибудь? Получил чем-нибудь. И имя тоже какое-то. Попробуйте, там m или c. Не найдено. Не найдено? Я говорю просто. Что-то это вам понимает. Интересно, если ничего не работает. А у вас нету в c-types window.l, как атрибута? У меня нет, очевидно. Вон, у него через точку что-нибудь есть еще интересное. Например, говорят, должен быть такая вот штука, msvcrt, что бы это не значило, win, dll, вот так вот, нет у вас такого? Да, не класс, а атрибут. А вот такой есть? Что это Microsoft, Visual, что-нибудь куда-нибудь? Нет, если вы так сделаете, через табик оно может не находиться, потому что это может быть через get-атрибут, оно как бы может быть не перечислено явно. Это в питоне бывает, я про это не рассказывал. В питоне у вас динамические же атрибуты. что-то нашел, я не знаю, сиди лево, msvcrt ханю. О, вот что-то это, это тип лепси, я так понимаю. Да. То есть можно от нее тоже попробовать что-нибудь там вызвать. Сейчас, а если мы возьмем, загадочно, ну ладно. Я сейчас Linux открою и все запустится. Ладно, надеюсь, извините, я к этому, нет, надо было посмотреть тоже. Просто что-то Linux немного лежит для энергии. Вот, ну в общем, смотрите, что тут интересно. Если мы передаем вот такую штуку, 10 точка, то у нас вообще ничего не работает. Если мы передаем 10, то что-то работает, ну какую-то фигню возвращает. Вот. Ну, для нуля, конечно, работало бы, но только потому, что это, видимо, совпадение. Вот. И поэтому, к сожалению, нужно, или к счастью, ну в общем, не знаю, я уже объяснил причину почему, но нужно оборачивать наши все, ну давайте какой-нибудь x заведем. Не знаю, 10 пусть будет. Нужно явно указать, в какой тип вы хотите конвертировать вашу питомскую переменную. Вот. Но, к сожалению, и это возвращает странный ответ, как вы видите. На самом деле, очень странный. Я что-то не ожидал такого. Так. Ну ладно, давайте сделаем как-нибудь csin я его назову, чтобы не путать с каким-нибудь другим синусом. Вот так вот сделаем. Так. Наверное, получится, надеюсь, все-таки. Так. Вот. Ну, еще всегда по умолчанию питом считает, что все функции возвращают int. Вот такая вот неочевидная вещь. Ну, потому что часто всякие коды, да, возвращают функции в всяк. Как раз в едиинт, ну тот же мы, да, возвращает int. Поэтому какое-то более-менее разумное предположение, но тем не менее. Как там, rest type, что ли? Что-то сейчас сообразим. Вот. Поэтому мы можем явно указать, подсказать нашему питону, нашему c-types, чего должна возвращать эта функция. О! Тогда посмотрите, какая красота. Тогда, наверное, все правильно. Но мы сейчас чем-нибудь сравним. Давайте сделаем import numpy. Еще сделаем, чтобы было красиво. form numpy testing import assert all close. Assert all close, я напоминаю, он выкинет нам assert error, если не равны, ну, с какой-то точностью. У нас два числа. О! Не равны. Я забыл, потому что импортировать, как всегда. Ну, похоже, все хорошо. Вот. То есть ответ таки правильный. Вот. На самом деле даже вот эту штуку можно не писать каждый раз, потому что это тоже достаточно утомительно. То есть, предположим, смотрите, вы пишете такой модуль, который оборачивает какую-то C-шную библиотеку. То есть вы хотите ее один раз обернуть и потом пользоваться этим модулем просто как обычным питомовским модулем. Не хотите думать ни о чем. Что там внутри происходит, ничего оборачивать и так далее. Тогда вы можете сделать вообще хорошо, вы можете обернуть еще и входные значения, как вам нужно. Можете сказать, что у вас и входные значения тоже заранее заданы. Тогда, когда мы будем вызывать это все, мы можем просто вызвать здесь x. И он автоматически сконвертируется. Давайте напечатаю этот конец, чтобы что-то хоть было красивое. Вот. Там на самом деле очень много еще чего. Сейчас мы, ну можем и синусом продолжим, можем еще чем взять. Мы сейчас не будем все это разбирать, дай я тебе устно просто что-то расскажу, что она умеет делать. Она умеет делать очень многое. Она, например, умеет привязывать вот сюда в виде результата не какой-то тип, а привязывать функцию питомовскую. Зачем это может понадобиться? Вы можете проверять значение, которое мы вам вернули. И, например, если там оно какое-то не то, ну, например, я не знаю. У нас есть какой-нибудь... Давайте еще одну функцию обернем. Потому что про нее я точно знаю. Есть какая-нибудь у нас функция ошибок. Функция ошибок положительная всегда, правда же? Это интеграл функции Гаосса. Да? Функция Гаосса положительная, а функция ошибок тоже положительная, но есть некомплексная. Есть комплексная. Тоже положительная? Ам, тоже положительная? Не знаю. Ну, мимая функция ошибка тоже положительная. Это интеграл от Е в степени x в квадрат. Ну, в общем, не будем о математике. я что хотел сказать, я хотел сказать вот смотрите, если мы тут вызовем что-нибудь не то то она нам вернет минус единицу то есть некое специальное значение почему она сейчас это вернула ну просто потому что мы дали ей значение не того типа, если мы как бы аккуратно пропишем опять же все что нам нужно то давайте пишем какую-нибудь функцию мы не будем вписывать функцию пока ладно, просто или я вам скажу не знаю, давайте ей какой-нибудь в чем-нибудь сунем, можем ей какой-нибудь инфу ссунуть о, инфу, сейчас с кавычечками инфу это нормально а какую-нибудь нам, можем ей ссунуть? о, получим нам как же нам минус единицу получить теперь, даже не знаю в общем, теперь никак не получится ну в общем, в чем в чем в чем идея если вам функция может вернуть ой, слишком большой x давайте сделаем единичку если вам функция может вернуть какое-то специальное значение вы можете прям сразу в rest type присвоив здесь функцию питоновскую сразу ее обработать в этой функции например, выбросить exception если вам что-то не нравится понимаете? то есть вы можете сразу красиво все опитонить в этом месте вот можно передавать если вам нужен какой-то callback сделать если у вас функция принимает функцию на вход тоже можно передать питоновскую функцию туда внутрь то есть можно сделать вообще все что угодно наверное ну может не совсем все но очень много чего можно сделать можно структуру делать и так далее можно null передавать как вы думаете как null передать? знаете null есть в этом во всех что такое null расскажите мне пока я вспоминаю что я хотел сделать ну это типа null вот точно именно null мы будем передавать вместо null очень непонятная конвертация на самом деле такое чувство что я что-то неправильно делал что это как-то можно было проще сделать ну ладно null это нулевой указатель да это специальный такой указатель который обозначает какой-то специальный случай что вы что вы передаете как бы ничто всегда что-то нужно передать так можем отсюда тайм взять слушайте тайм можем взять вот этот класс вот этот пример я взял из этой спитовской документации что похоже время кто знает какое ничье время давайте мне кажется это секунд с 70-го года это юникс тайм скорее всего давайте сделаем from time import time с не будем с просто from time и сделаем сделаем то же самое на питоне и посмотрим похоже вообще смотрите время вообще можно сконвертировать но я сходу не соображу о нормально что-то там ну ладно я сейчас буду сто лет возиться лучше я не буду делать в общем можно сконвертировать ситаем вот смотрите точно мы можем запихнуть в ситайм и получить хорошее время о красота класс вот ну в общем все про это пожалуй хватит а то я дальше ни про что не успею вот как бы есть такой модуль стандартной библиотеки понятно что предпочтительно вместо того чтобы вызывать какой-то бинарный файл тянуть какую-нибудь библиотеку зачем вам оборачивать библиотеку сначала в мейн да на сию а потом ее куда-то там компилировать куда-то класть когда можно там взять и какую-нибудь готовую библиотеку использовать видите тут можно использовать как я уже сказал в принципе можно использовать много как бы библиотек не обязательно только стандартные которые я здесь показываю можете использовать любые но плата за то что у вас питон не умеет сам парс этих хедер файлов заключается в том что вам придется вручную все оборачивать вот тут есть много решений разных я сделаю наверное ссылку вот в табличке на сайте курса если не забуду у NumPy есть целая страница мол как использовать c-код с NumPy там есть вот прям много-много всяких штуки 3 или 4 всяких способов как можно оборачивать есть всякие автоматические способы парсить хедер файлы и строить вокруг них строить с помощью них библиотеки вот мы не будем это сейчас обсуждать но имейте ввиду что как бы необязательно делать руками если вам нужно очень много сделать там не одну функцию а много то может быть стоит поискать какое-то автоматическое решение вот ну что заработало чего-нибудь да как же шар библиотек надо узнать как где-то сделать хорошо с c-type все давайте наверное дальше двинемся следующую вещь ну можно был наверное свой какой-нибудь объектник написать но может еще напишем вернемся успеем ладно следующая вещь которую я хотел обсудить за оставшиеся пол пары это целый язык программирования который называется сайтон знаете как как python только сайтон он c c пишется вот чтобы не использовать сайтон я скажу моему джупитеру load ex сайтон так если вы не в джупитере надо тоже показать как это делать сейчас ну может быть я тогда нет у кого что запущено сейчас все в джупитере или не все в джупитере дать не дать тогда я как бы чтобы не париться начну джупитера потом если успею покажу как это нормально делать в джупитере мы что экспериментируем ничего настоящего не делаем вот значит можно сказать у джупитера есть эксценшены мы говорим загрузили на эксэшн сайтон что такое сайтон сайтон это такой питонообразный язык программирования который такой мостик между c и питоном вы сайтон умеет наверное любой ну или почти любой запускать любой питоновский код как бы вот просто взять и запустить питоновский код вот но в сайтоне есть еще собственная такая надстройка которая вам позволяет на питонообразном языке писать фактически код на c то есть на питонообразном языке писать код который будет транслироваться в c компилироваться и соответственно запускаться понятная идея или загадочно звучит дайте на примере посмотрим может быть будет понятно дайте сделаем такой вот блок сайтом и здесь напишем какую-нибудь функцию давайте я опять свою цепную дробь напишу можно она вас еще не очень утомила ну просто копипастим тогда код какой-нибудь старый и сравним производительность значит ну вот мы можем просто взять как бы и наивно написать то же самое что мы писали и раньше в чем там писали s равно 1 for давайте и напишу in range n что там s равно 1 плюс 1 делить на n return s о все как бы ничего интересного не произошло вот мы написали можем даже вот тут наверное сделать print ну да вот это два процентика называются sell magic один процентик называется просто magic так что-то я сломал ура так ну давайте вызовем где-нибудь снаружи почему not define подождите я где-то опечатывался что-ли ration почему-то написал наверное есть хочу хочу рацион написать не знаю так только тут не n а s конечно вот все отлично заработало ну мы наверное print могли бы прямо тут написать на самом деле да тоже работает но я тут оставлю снаружи нам еще пригодится вот что произошло на самом деле ну с виду как бы ничего интересного вот как оно как оно было так оно осталось давайте я скопирую наш какой-нибудь код с прошлых разов чтобы мы еще параллельно смотрели что там с производительностью так табличка здоровенная так вот отсюда мы возьмем тик где у нас эта штука была аго ну давайте прям сюда так что нам еще там ну бы нужно куда-то ее нужно запихнуть давайте сюда запихнуть куда-то ее там запихнуть хорошо и давайте здесь еще добавим один вариант с сайтом вот ладно пока она считает давайте все-таки попробуем понять что здесь случилось для того чтобы это сделать мы можем указать вот эту sell magic сайта можем указать флаг annotate ну сейчас она досчитает у меня мы увидим обратите внимание мы как бы ничего не сделали вот мы просто обернули блок в в сайт и у нас ну конечно не так быстро как с нумбой но во сколько пять раз быстрее все стало работать ну в четыре ладно да как бы ничего еще не делали на самом деле что произошло смотрите сайт он умеет геереть такие html если вы в командной строке компилируете сайт он откомпилируемый язык то есть он берет ваш код и компилирует он его транслирует и компилирует вашим сишным компилятором в в исошник который вы потом можете загружать вот если вы попросите сделать annotate он вам приготовит такую html которую вы можете открыть в своем браузере и посмотреть как же он транслировал ваш код смотрите тут можно нажать плюсик и посмотреть как бы что произошло то есть произошло на самом деле то что фактически сайт он берет куски интерпретатора питона c python и заменяет ваш код на соответствующие куски в интерпретаторе ну как бы упрощенно да то есть если бы мы хотели написать функцию на сях для питона мы бы вот как раз нам бы пришлось писать что-то такое ну естественно без наверное вот этой вот этого ада какого-то в названиях переменных вот и наверное мы могли бы как бы сделать немного проще руками то есть вы руками ну питон же написан на сях да значит и там стандартная библиотека тоже частями вы руками можете писать питонские модули на сей я про это не буду говорить я вот покажу просто как сайт он это делает там в принципе ничего такого сверхмагического нет вам просто нужно вручную вот эти пай-обжекты питонские объекты конструировать вот ну вот мы видим что как бы сайт он нагелил кучу строчек кода но вот это одно это я развернул только дев ну здесь гораздо скоромнее слава богу вот ну и так далее то есть мы можем посмотреть что где происходит и так далее и как бы здесь мы получили просто ну как бы улучшенную версию нашего кода просто потому что она не подстрочно да интерпретировалась питоном а кучей скомпилировалась и запустилась но сайт он не для этого сайт он это не нумба видите или намба ну в общем нумбой буду ее называть нумба гораздо лучше с этим всем справилась потому что нумба как бы оптимизирует ваш код она его транслирует в сишный код который бы вычислительно делал примерно то же самое то есть она более оптимизированную версию делает а сайт он просто пытается как можно ближе к тому что вы сделали как бы сделать сишный код который вот создавая питоновские объекты и так далее делает то же самое вот что мы тут можем начать делать мы можем начать использовать кусочки из си вот смотрите ну это наверное сейчас ничего интересного не будет хотя мы попробуем давайте сначала напишем такую штуку значит сайта есть ключевые слова которые похожи на питоновские но с префиксом си например слово сидев сидев это просто значит вы вводите переменную вы объявляете переменную в сях мы должны объявлять переменную и вот как это делать сидев тип переменной сишный и дальше все как обычно хочется поставить точку запятой но не нужно вот давайте попробуем это запустить понятно что сейчас скорее всего по производительности сколько у нас сейчас там два две с половиной миллисекунды я запущу пока посмотрим ничего не изменится но зато да и тут ничего не изменилось ну вот ну ладно давайте сейчас как бы везде эти аннотации поставим и посмотрим чем-нибудь изменится или нет а может и изменится производитель сейчас посчитает посмотрим значит смотрите что здесь должно было улучшиться здесь мы должны здесь у нас как бы наш сайт мы уже должны понимать что у нас вот этот всегда будет использоваться тип переменной ничего ну наверное и так догадался да что-то даже хуже не сильно ладно ну в общем ладно мы пока как пример синтакса мы по-моему в конце концов все-таки немножко должны ускорить я уже не уверен вот то есть мы можем в сайт объявлять вот так вот переменной для того чтобы все стало еще лучше мы можем еще объявить заранее нашу переменную id тогда она тоже не будет питоновским объектом а будет просто числом может быть там сайт он это и так догадался но мы руками это напишем в качестве упражнения дальше мы можем сказать что и на вход нам дали int так по-моему тоже будет работать так давайте попробуем это скомпилировать и запустить так поставлю сайт она вся тут вперед а то мне остальное пока закомментирую не охота так долго ждать ладно пусть показ считает так хорошо то есть вот так вот мы с вами добавили о сидев int он даже не показывает что с ним сделал потому что как бы ну объявили переменную и все и она так же объявлена вот теперь давайте посмотрим какой у нас красивый форм теперь то есть у нас вот ну кроме диких названий переменных все понятно что происходит да то есть вот у нас тут вводится дополнительная переменная n то есть вот это наш n превращается в кого ох сложно сейчас казалось бы вот тут он должен быть что такое а ну да это одно и то же он два раза присваивается да то есть вот это меньше n это у нас какой-то итератор который сначала ноль потом итерируется да и внутри мы еще присваиваем и заново вот этому итератору ну какая-то одна лишняя переменная но в целом понятно да что тут происходит так ну чего здесь о смотрите у нас производительность стала такая же как у нумбы примерно была 2,5 примерно миллисекунды а стала 800 микросекунд то есть мы с вами достаточно круто это все оптимизировали вот но опять же как бы с такими вычислительными вещами хорошо справляется нумба сайтан немножко не об этом хотя и об этом тоже то есть сайтан чтобы вы понимали это не к этому оригинальная штука сайтаном пользуется тот же нампай там сайпай сайтан это очень широко широко используемая технология в вычислительных вещах в нампай вот смотрите мы теперь немного только отстаем от нумбы ну вот отстаем конечно но немного сейчас мы наверное попробуем убрать это отставание так как я там уже какие-то сложные комбинации я их сейчас копипаюсь с вашего позволения потому что мне ну или спешу потому что это как-то сложно запомнить значит как я уже говорил в сайтан у нас как бы два мира мы можем писать просто на питоне можем писать на вот этом си подобном языке и у всяких штук которые сайтанские такие сишные у них префикс си поэтому можем сделать си импорт сайтом это как бы библиотека сайтом внутри языка сайта ну то есть такие специфичные всякие штуки и потом мы можем здесь такой сделать декоратор сказать что нет bounce check нам тут не очень поможет а что нам поможет она тут нам уже ничего не поможет сейчас ну ладно тогда давайте лучше к следующему примеру перейдем тут не будем задерживать ну получилось почти как ну бы и хорошо ладно вот давайте теперь посмотрим как бы как сайта можно использовать для вызова внешних функций сайта тоже очень хорошо подходит для того чтобы оборачивать сишные библиотеки более того в некоторых случаях он подходит лучше чем ситайпс то есть ситайпс вам нужно использовать когда вам вот просто нужно взять и обернуть какую-то функцию ничего там с ней делать не нужно в чем недостаток этого может быть давайте я вот тут выше начну писать что всех запутать или не буду ладно не буду всех запутать в чем как бы недостаток ситайпса недостаток ситайпса что состоит в том что если у вас функция очень быстро отрабатывает а вам нужно опять же какую-то производительность получить вам нужно ее часто вызывать у вас а ну тут с точностью до погрешности одинаково на самом деле все смотрите можно ничего не улучшать вот если у вас функция быстро отрабатывает и вам нужно ее часто вызвать то есть вам нужно какую-то математическую функцию или еще чем-то такое вызвать вы в общем будете как всегда делать всякие форы и терять производительность а сайтан вам позволяет то есть сайтан это такой очень хороший способ так же как и нумба ускорить там ваши циклы но вдобавок к тому что умеет нумба он умеет хорошо взаимодействовать с сишным кодом вот давайте тоже возьмем из стандартной библиотеки из математической какую-нибудь функцию какую-нибудь тут же R и обернем ее внутри сайта значит как это делается мы говорим из что там липси точка масс си импорт тут важно си да потому что мы как бы сишную сишную функцию достаем сделай нам си импорт не знаю R да и дальше мы там сделаем не знаю R в сай чтобы у нас тут сайта но все время проблема что имена начинают путаться потому что вам нужно как бы одну и ту же штуку если вы оборачиваете ее несколько раз все время разные имена придумывать это конечно утомительно давайте сделаем R в сай что там x return R x чем-то такое вот это должно уже работать и сделаем R в сай x x это тот x который у нас там выше был еечка у меня был дайте я завтра напишу x все равно елится вот оно как бы замечательно работает все видите типа приводятся сами к нужным потому что у нас сайтон в создателе сайтона они как бы для стандартной библиотеки они стандартную библиотеку уже обернули то есть вот этот си импорт он не может импортировать любую сишную библиотеку он может на самом деле импортировать только сайтоновскую библиотеку и при создании сайтонской библиотеки вам приходится писать свой сайтонский хедер файл то есть это как бы утомительно с одной стороны с другой стороны вы уже знаете благодаря этому про все типы и существуют автоматические способы на самом деле конвертации хедер файлов сишных хедер файлов сайтоновские чтобы вот так вот легко писать потом вызов этих функций понятно более-менее или я вас начинаю запутывать то есть еще раз си импорт он импортирует не сишные библиотеки он не умеет сишные библиотеки напрямую работать си импорт вам импортирует сайтоновскую библиотеку а сайтоновская библиотека это что такое ну как бы в исходных файлах так же как и сишная это исходный код он обычно имеет расширение .pix pyx и хедер это pxd ну d от declaration вот x видимо от extension типа python extension вот и соответственно в этом pxd вот для libc mass уже все прописано что как должно работать поэтому сайт он умеет конвертировать вам все куда нужно и все вызывать вот естественно производительность этой штуки будет не очень если вам нужно ее будет много раз вызвать пусть у нас будет какой-нибудь там ну не знаю какой-нибудь массив да и мы хотим много раз как там сделать ну например так mp array мы хотим получить и мы хотим там for x for x in in a да мы хотим его там много раз вызвать и положить все в массив сейчас мы сравним с кем-нибудь давайте сделаем я буду импорт на месте делать иначе запутать замучаюсь туда-сюда мотать давайте из сайпая сделаем возьмем импорт спешл это специальные функции математические спешл возьмем r и скормим его скормим наш массив сравним разницу производительности разница драматическая надо сказать полностью устраивать мы не сможем по-моему но чуть-чуть попробуем вот в чем плюс сайта на плюс сайта на в том что вы можете написать какой-то код как бы часть вашего питоновского кода туда перенести и значительно его ускорить одновременно взаимодействуя с сишными программами с сишным кодом давайте попробуем это тут сделать значит во-первых мы помним что нам нужно указать типы давайте значит перепишем нашу функцию чтобы она умела принимать давайте я старую закомментирую модифицируем нашу функцию чтобы она умела принимать массив значит во-первых нам для этого нужен numpy мы можем сказать cimport numpy либо snp либо cnp по-разному люди делают мне больше нравится cnp чтобы не путаться и кроме того нам потребуется еще питоновский numpy вот такая запутанная фигня нам нужен у нас как бы каждая строчка в сайтах она либо питоновская либо сишная и он разбирается если там ну грубо говоря если там есть cdev или если там используются сишные переменные то она скорее сишная вот а если нет то питоновская поэтому он разберется сам что есть где то есть если вы назовете даже одинаково ничего страшного не случится тут не произойдет перекрытие имен он разберется что есть что но чтобы самим не путаться и понимать где у нас как бы сишная часть а где питоновская лучше назовем по разному мы можем здесь указать мол знаешь у нас на входе будет массив массив будет состоять из float 60 ну можно double просто написать будет состоять из даблов и давайте даже скажем что у него будет размер в смысле что у него будет одно измерение чтобы совсем ему было просто жить это конечно не обязательно если мы хотим хорошую функцию написать массивную работу нам лучше чтобы сколько угодно было измерение вот что мы дальше сделаем дальше мы скажем теперь у нас будет новый массив который мы будем возвращать он будет того же самого типа то есть смотрите как бы тут справа код сишный мы говорим вот мы создаем такую-то переменную с таким-то типом а справа код питоновский вот такой вот объект мы туда запишем то есть справа мы создаем pyobject мы создаем питоновский объект но мы его присваиваем налево к перемену которая известен тип чтобы потом сайт он был легче с ней работать чтобы он быстрее мог с ней работать вот хорошо дальше мы с вами вводим какой-нибудь там cdf и только int int и дальше делаем for и in range вот этот range как вы видели это не питоновский range этот range разворачивается в сишный for то есть тут не создается никакой range object объект типа range никакого генератора не создается то есть часть синтакса с сайтом заменяет из питона все-таки заменяет хотя я говорил что он близко делает не всегда то есть часть синтакса он заменяет на чистый сишный синтакс то есть он понимает что если мы делаем for in range то нам не нужен на самом деле объект типа range нам нужен цикл сделать и это можно сделать гораздо быстрее так в чем тут у нас одномерный массив поэтому мы можем по-рабоче-крестьянски сделать так ну и тут сделаем что там r вот a и что-нибудь такое return b вот наверное если я ничего не перепутал должно как-то работать значит сейчас у нас 24 миллисекунды посмотрим сколько встанет только тут мы должны сделать теперь rsi а ой скомпилировать то я забыл о смотрите стало почти на порядок быстрее что наверное ожидает но все равно медленнее чем сайпай но тем не менее можем еще немножко ускорить сейчас я наконец-то скопипаст что я хотел скопипастить значит сейчас мы тут еще где-нибудь сделаем c import сайта и сделаем декоратор скажем сайта ну скажем компилятором что мы уверены что у нас все хорошо с границами что их не нужно проверять выход за границу массива да потому что ну как бы в сишном коде это всегда наша ответственность да выход за границу массива здесь мы решаем что тоже мы знаем что ничего плохого не случится значит дальше мы говорим что мы обещаем что у нас никогда не будет отрицательных индексов и нам не нужны отрицательные индексы как в питоне тоже что должно немножко все ускорить и если я не перепутал с индексис то это сейчас скомпилируется и посмотрим на результат то же самое кстати можно ну не сильно ускорилось но вроде немножко стало быстрее то же самое кстати в мумбе тоже можно делать там тоже можно говорить а скомпилируем не без проверки границ и так далее вот то есть можно все эти штуки отключить ну совсем близко не стало сейчас я посмотрю у меня сравнивает со своим кодом у меня примерно то же самое а еще вот что я хотел сказать давайте еще немножко тут опишем сделаем переменную сайт чтобы не обращаться к объекту к нашему к полям объекта потому что это может быть тоже не очень быстро но тут на самом деле особо это на скорость не повлияет наверное так чего надо сказать почему он равен а то не очень хорошо а то не очень хорошо что быстро работает вот да хорошо спасибо это как бы одна вещь которую можно сделать ну что тут да стал что-то ну тут погрешность большая но в общем ничего особо не изменилось но это я сделал для как бы для того чтобы что-то еще дальше сделать вот дальше на самом деле работа с напаевскими массивами тоже не очень эффективна да доступ по индексам к ним тоже достаточно медленный может быть я не знаю сейчас ускорится сильно или нет даже если не ускорится все равно тут как бы будет кое-что полезное поэтому в сайтах есть такая концепция которая называется memory view это по сути просто сишные массивы то есть мы можем сказать смотрите у нас будет такой вот memory view одномерный то есть это то же самое что если мы пишем вот так вот да в вся как бы создаем просто немножко такой смешанный синтаксис создаем view нашего нашего массива а то есть он умеет взять нам пайский массив взять память над которой он объявлен и положить его во view говорим у нас будет view нашего массива нам пайского b вот и теперь и вот тут тоже нам никуда их потом не нужно прислать потому что это как бы просто view на той же тем же самым куском памяти то есть когда мы туда пишем у нас сам b тоже меняет его содержимое это кстати такая важная штука в нам пай давайте я немного расскажу нам пай очень классная вещь на самом деле нам пайские массивы как вы поймете я надеюсь из парка нам пай не обязаны как бы владеть своими данными нам пайские массивы могут быть построены над чужими данными это позволяет делать очень классные штуки например например в астропай в астропай аюфиц фицы это ну вот фидс дата там 0 дата или что-нибудь такое это нам пайский массив но этот нам пайский массив по умолчанию это view над memory map над вашим фицом что это значит memory map я по-моему упоминал когда мы этот астропай проходили memory map это такой способ как бы построить адресное пространство над вашими данными на диске то есть у вас операционная система умеет сделать такую штуку предположим у вас есть какая-нибудь фидс огромная там не знаю 100 гигабайт да он у вас в память никогда не влезет и вы можете сказать своей операционной системе вот смотри у меня есть вот этот 100 гиговый файл представь себе сделай мне так чтобы я с ним работал как будто он в памяти и вам операционная система будет его кэшировать кусочками если это нужно в память и главное что будет позволять вам рэндом аксесс случайный доступ к любой его части то есть вы с ним будете работать как будто у вас в памяти операционная система там сама разберется с файловой системой что куда кэшировать да и вы можете сделать вот как в астропае сделан фидс там делается memory view над вашим фидсом и вот над этим как бы массивом данных которые лежат в фидсе вот эти данные кладутся в нампайский массив и вы получаете красивый удобный доступ через нампай к вашему огромному массиву данных который лежит на диске при этом я надеюсь вас не запутал совсем или запутал то есть когда мы создаем массив нампай то фактически это все-таки нет когда вы создаете вот так вот например через mt like вы владеете своим данным но в нампай вы можете делать view правильно мы с вами много раз делали как бы view ну там срезами да например вот на самом деле концепция уходит глубже и вы можете создать массив ну технически вот например с помощью там сайта создать массив нампаевский который ну в нампай наверное тоже это можно сделать который не будет владеть самими данными а просто будет как бы вы ему передадите указатель на данные скажете какого они типа и какого размера ну владеть не в том смысле владеть что нельзя будет туда писать а в том смысле владеть что когда вы уничтожаете объект нампаевского массива вы не уничтожаете данные да вы как бы не уничтожаете объект который содержит данные ну владение в смысле вот такого. То есть у вас как бы... Мы не редактированы. Нет, почему? Можно редактировать. То есть еще раз, владение тут имеется в виду, что когда у вас исчезает переменная ваша NumPy данные не исчезают. То есть у вас NumPy внутрь NumPy не обязательно копировать эти данные. Вы не можете там скопировать 100 гиговый фитц внутрь NumPy. То есть вы просто делаете view над чужими данными. Если вам разрешают view их редактировать, вы можете их редактировать. Если нет, то нет. Вот такая штука. То есть NumPy поэтому очень такая сильная вещь. Так, дайте я пока запущу, а сейчас еще что-нибудь допишу. Вот. Что мы здесь добились? Мы тут добились с вами того, что у нас вот в этом цикле ну быстрее не стало. Опять же. Ну ничего. Что у нас в этом цикле нигде не используются питоновские переменные вообще больше. Он как бы целиком сишный. И поэтому мы можем написать такую замечательную вещь. Мы можем написать такой специальный контекст сайтоновский. With no jil. Это значит, что вот этот кусок отпустит jil. и не будет нам вот этот глобальный лог интерп... И не будет нам вот этот глобальный лог интерплетатора интерполятора все время говорю. И интерплетатора значит не будет его интерполятора. Да что ж такое это? Ну в общем jil у нас отпустится и мы можем вот эту штуку thread safe использовать. И на самом деле вы можете с помощью сайта напараллельно писать вы можете open.mp использовать и так далее. То есть вы можете значительно все эти штуки ускалять. Но опять же прямо сейчас от этого скорость не поменяется но вы теперь понимаете что если мы вызовем многопоточно эту функцию то мы можем получить хороший прирост производительности. Вот. Хорошо. Ну не знаю если честно почему нам еще целых много раз до сайта наверное можно было сделать еще что-то лучше. Так. Что у нас со временем? Со временем уже не очень хорошо. Ну вот сайтом достаточно хорошая вещь чтобы тоже обернуть ваш или чужой сишный код но это в случае там с с какими-то библиотеками которые ну не как вот тут на паевский сишный интерфейс или не как стандартная библиотека которая в сайте не оберзана вам нужно сделать некую работу вам нужно через сайт чтобы это заработало. Ну давайте может быть я это скопирую в какой-нибудь файле к обычной и попробую показать как он компилируется. Давайте сделаем надо папку тут создать у меня мусорка какая-то хотя бы вот такую так что здесь сделаем давайте сделаем new текст файл какой-нибудь сделаем ему что у нас там файл сайт .x так о хорошо и сделаем так сохранила ой нет не так сохранил не то хотел файл сейф хорошо так можно это и в терминале все сделать на самом деле время ночи в jupiter все дело я же в своем компьютере могу и в терминале дайте в терминале сделаем еще вспомнить где у меня там jupiter живет что ли точно видно что-нибудь покрапнее сделать нормально пожалуйста я так далеко сидеть и все видно класс ну давайте я попробую все-таки это скомпилировать сайтом прямо из главной строки если я конечно вспомню что-то как делается ну ладно из главной строки у меня не получится я уже понял так ладно тогда давайте сделаю все-таки какой-нибудь питоновский файлик только надо по-другому назвать что-то вин main.py что-нибудь такое сделаю userbin and python это чтобы если я сделаю исполняемым он у меня запускался удобненько так ну и давайте сделаем import r или там from r import r в сай и чем здесь сделаем print r в сай ну здесь нам единственное из-за того что мы так все сделали строго нам придется конечно создать массив массив полноценный еще и нужного типа лучше перестраховаться так вот что-нибудь такое так но этого недостаточно потому что у нас сайтенский код здесь не скомпилирован там jupiter все за нас сделал а тут нам придется немного что-то сделать руками пикс импорт обычно точки запятой не любят в питоне но иногда какие-то штуки рекомендуют делать через точку запятой чтобы как бы ну две очень связанные вещи не как enter как преднос строки то есть иногда так делают просто дайте я не буду так делать ладно просто чтобы не забыть что не забыть чтобы не забыть как бы если в один кусок удалите или что-то поменяйте чтобы не забыть что у вас был второй похожий кусок сейчас я лучше посмотрю наверное так же как и jupiter на самом деле вот этот пикс импорт это для разработки если вам нужно реально там сайтами пользоваться то его нужно компилировать лучше всего через setup.py но через setup.py я сейчас уже наверное не успею показать так давайте просто попробуем вот так сделать и увидим что у нас все сломалось скорее всего да сейчас то есть это все еще как бы для разработки полноценной возможности так ну ладно давайте попробуем так иначе так чмот x мы теперь я могу вот так вот запускать долго работает во ура что-то упало вот смотрите говорит не знаю нам пайпского хедера что сейчас произошло сейчас у нас тут наверное не осталось никаких артефактов от этого не осталось жалко сейчас у нас вот этот пикс файл когда мы его сделали вот этот пикс импорт install он точнее когда мы сделали сначала install потом его попробовали импортировать то есть у нас пикс импорт что сделал он нам испортил наш импорт так чтобы он умел работать с сайтоновскими модулями то есть теперь если у нас есть не точка пайп файл а точка пикс то он транслируется через сайт он компилируется и только потом импортируется поэтому это тоже как бы не случай кода который вы кому-то даете потому что это не дело чтобы у пользователя там каждый раз что-то компилировалось вообще пользователю не нужно компилятор иметь да наверное ну кроме момента установки вашего софта первого уж при запуске точно не нужно компилятор иметь вот поэтому как бы понормально все делать через стапай но мы сейчас не об этом тут по-моему инклудом это просто делается я боюсь перепутать сейчас зависнуть давайте быстренько погуглю на всякий случай нет хитрее все хорошо посмотрю так вот значит тут мы такой вот флаг делаем setup args и словарь include dears это просто видите там не хватало хедера да это просто хедер сейчас еще нам нужно соответственно импортировать чем список тут наверное нужен я не знаю если dears как-то странно давайте список на всякий случай сделаем вот соответственно тут нам еще нужно перед этим сделать нам нам пай есть прям такой обычного питомцев нам пай потому что мы сейчас питоне есть функция get include которая просто дает адрес до хедера нам пай который нужен для компиляции так попробуем запустить опять упало что же такое ну почти все равно не нашел так может все-таки не нужно было пендриться можно было стилок написать странно вроде get them crude не список возвращает а строчку одну ну ладно давайте еще раз попробуем слушайте фиаско у меня спрашиваю файл not found что я неправильно написал сейчас setup args правильно include gears тоже правильно странно 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 не понимаю не понимаю запустим можно конечно сделать как бы по-другому давайте может по-другому попробуем что сделать чтобы не было очень долго можно из канальной строки попробовать все скомпилить хотя тоже конечно сложно сделать то есть самое удобное это написать setup.py я сейчас не буду писать можно писать примеры либо на сайте курса либо документации сайта в общем где угодно давайте просто вот а мне кажется у меня тут третий питон даже третий я тогда не понял так и тут мне нужен определенный третий питон значит я могу сделать вот так вот взять его хэдер ну сайта мы сейчас все все-таки соберем так есть тут инкуды инкуды есть сайтом минус m минус i ну окей немножко кривенько ну ладно так минус o сделаем r точка s o что ли что нам еще нужно сделать так так еще аннотации сделать минус a сделаем чтобы html получить у него посмотреть кэверш не будем да я не сказал но сайт так же замечательно работает с плюсами ну почти замечательно там почти все поддерживается можно классы использовать и в самом сайте не можно описать питонские классы и из плюсов брать тоже все что только можно а вот минус 3 я еще хотел чтобы использовать синтакс третьего питона ну это наверное все только самый счет файл нужно где-то указать так о смотрите класс у меня появился r.so и r.pix давайте из моего мейна уберу этот ой не тот рим открыл где где из моего мейна уберу вот эту всю штуку у меня так сейчас все должно заработать так нам пай нам тоже нет нам пай нужен чтобы сделать так ну чего заработает о ура все сломалось совершенно дико что это такое жуть какая слушательность может быть вот сейчас я неправильно все сделал не сайтон а сайтонайз сайтон делает только сишный код то есть команда сайтон она только делает код на си а потом ее еще нужно скомпилить сайтон 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 тоже не попробую я боюсь что мне нужно еще путь до нам пай указывать сейчас я с этим точно не справлюсь до петона до петона до всего нужно пути указывать сложно сложно но я говорю как бы правильный путь был бы сделать сетут пай а я все ленился а наверно надо было нужно вас отпускать да давайте еще ничего если о вас по формальному концу пара еще или вам пора уже у вас там наверное все ругаются охватывайся ладно извините сейчас я быстренько челись копипа еще ну не будем ладно дайте просто как бы потому что почему его нельзя скомпилировать так в общем да тут как бы все это не супер просто вот я нашел на сайте сайте сайта супер короткий пример как у нас там назывался вот так вот да так давайте попробуем сделать python3 setup py тут много команд должна быть команда build ext и мы сделаем in place о ну почти работает тут тоже нужно где-то еще указать что такое а вот так сейчас мы укажем тут на самом деле можно например звездочку fix написать тоже все должно работать не будем ладно так укажем еще что там нужно на клуб пас равно пакет клуб тоже пайки зимка ну почти ничего опять такое что-то что-то идет не так явно что-то не так ну ладно ну ладно в общем правильно это делать через сетопай работающую сетопай тем не менее можете действительно на сайте просто посмотреть сейчас не буду показывать ну или там документация хотя это документация не работает вот и как бы он должен сам это все делать сам сайтонизировать и все такое и вот этот xmodules это на самом деле штука не сайтоновская эта штука просто относится к сборке ваших модулей и вы можете вместе здесь компилировать какой-то модуль который будет содержать ваш сишний код ваш там сайтоновский код какие-то там ваши сишные хедеры все вместе в один бинарный питонский модуль это как бы такой более-менее правильный путь подготовки бинарных питонских ну пакетов которые содержат бинарные питонские модули то есть у вас может быть пакет там только с питонским кодом только ну только с сишным кодом а может быть там и то и другое и вам все сетопай по идее должен сам это сделать но у меня что-то не делает почему-то хотя вроде этого должно быть достаточно ну наверно еще какой-нибудь код его может нужен я не знаю пакет код вроде я все так делаю ладно не понимаю вот он главное нет его тут его тут нет почему-то вот в этом все ну ладно извините буду вас отпускать спасибо что слушали этот курс приходите еще не буду говорить сдавайте зачет через неделю вот и если вам все это интересно вот про то как все эти сайты и так далее пользоваться ну я по укладу всяких ссылок посмотрите что у меня там написано и разбирайтесь сами как и со всеми другими частями курса все равно нужно чем-то самим разбираться вот ладно спасибо еще раз давайте заканчивать на этом спасибо